Приветствую вас на канале книги, истории, факты. В этом видео я хочу поведать 170 жутких фактов, которые никто не рассказывает. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. А если это видео вам понравится, прошу поставить лайк. Обращаю ваше внимание, что как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. И помните, на канале книги, истории, факты вы найдете самые интересные и правдивые факты на совершенно разные темы. Остерегайтесь подделок. Порой даже в самых обыденных вещах скрыто нечто жуткое и пугающее. Задумывались ли вы, сколько раз в жизни вы могли оказаться рядом с опасным преступником и не отличить его от остальных прохожих? Или табличка с предупреждением купаться запрещено, стоит ли ее игнорировать? Так поступают некоторые граждане, думая, что какие-то там бактерии их не съедят, хотя те как раз могут это сделать в буквальном смысле. Мы составили эту интересную подборку жутких фактов о нашем мире, которые никто не рассказывает. 1. Вплоть до конца 1980-х, некоторые врачи не верили, что новорожденные способны чувствовать боль. Исследование, проведенное среди врачей Великобритании и Ирландии в 1988 году, показало, 13% опрошенных были уверены, что дети в возрасте от 0 до 12 месяцев не могут чувствовать боль, а еще 23% не были полностью в этом уверены. Поэтому даже во время серьезных операций медики, нередко обходились лишь местной анестезией. Вопрос о том, могут ли дети младше одного года испытывать боль, был предметом дебатов на протяжении многих лет. Но в настоящее время доказано, что новорожденные и даже еще нерожденные дети чувствуют боль точно так же, как и взрослые. 2. У вас больше шансов умереть, принимая ванну, чем выиграть джекпот в лотерее. По разным оценкам, шансы сорвать джекпот составляют от 1 к 176 миллионам до 1 к 15 миллионам, лотерея 6 из 49. Увы, вероятность смерти в собственной ванной комнате куда больше 1 к 840 тысячам. Но все же люди продолжают верить в свою удачу, и некоторым и в самом деле везет по-крупному. Например, семейная пара из Шотландии, на фото, выиграла в 2011 году 161 миллион фунтов стерлингов. 3. В своей жизни вы можете тысячи раз оказываться рядом с убийцей и не замечать этого. Этот показатель зависит от того, где вы живете и с каким количеством людей сталкиваетесь ежедневно. Если житель небольшого города рискует встретить за свою жизнь примерно 16 убийц, то обитатель мегаполиса, который ежедневно проходит мимо сотен людей, в течение своей жизни вполне может оказаться рядом с тысячей преступников и этого не заметить. Ведь большинство преступников, включая таких жестоких серийных убийц, как Тед Банди, именно он изображен на фото, внешне ничем не отличаются от остальных людей и могут вести с виду обычный образ жизни. Например, тот же Банди какое-то время работал в телефонной службе доверия, где оказывал людям психологическую помощь и даже вызывал спасателей для тех, кто был на грани самоубийства. Становится не по себе от того, что за маской добропорядочного гражданина скрывался похититель людей, убийца и насильник, который признался в 30 убийствах, совершенных в период между 1974 и 1978 годом. В настоящее время на свободе находятся более 2000 серийных убийц. Причем речь только о США. Более того, около 30 тысяч убийств даже не числится в файлах ФБР. Что еще больше пугает, так это то, что существует один шанс из трех, что полиция никогда не найдет убийцу жертвы в тех же США. К слову, только за 2019 год, по официальным данным МВД, нераскрытыми остались 600 убийств и покушений на убийство. В мире в настоящий момент насчитывается более 300 активных серийных убийц. 4. Вероятность умереть в свой день рождения на 6,7% выше, чем в любой другой день. Ученые из Университета Чикаго выяснили, что вероятность умереть в свой день рождения в среднем на 6,7% выше, чем в остальные дни. Причем выше всего она у молодых людей в возрасте от 20 до 29 лет и составляет 25,39%. Пугающая цифра, не правда ли? К сожалению, ученые так и не назвали точную причину такого явления. Возможно, на это влияют несчастные случаи во время вечеринок и решения людей, страдающих от депрессии и других заболеваний, свести счеты с жизнью именно в этот день. 5. Паразит под названием неглерия фаулера при купании пробирается через нос в мозг человека, что часто приводит к смерти от амебного менингоэнцефалита. Предупреждение. Не позволяйте воде попадать вам в нос. В противном случае в вас может проникнуть неглерия фаулера. Амеба, типичная для термальных источников, и вызвать редкую инфекцию и смерть. Жуткая тварь проникает через нос в мозг и начинает его пожирать. Звучит как городская легенда или детская страшилка, но увы это очень близко к реальности. Амеба-паразит неглерия фаулера обитает в водоемах с загрязненной теплой водой и в самом деле способна проникать через обонятельный нерв в мозг человека и вызывать первичный амебный менингоэнцефалит. Несмотря на наличие лекарств, спасти людей от этого заболевания получается далеко не всегда. Поэтому не стоит игнорировать предупреждение о том, что купаться запрещено, или о том, что нельзя втягивать воду носом при купании. 6. Тела альпинистов, погибших на Эвересте, во многих случаях остаются там навсегда. На горе Эверест существует так называемая зона смерти, которая начинается после отметки в 8000 метров. Альпинисты, умершие в этой зоне, чаще всего остаются в ней навсегда, так как вертолет на такую высоту не поднимается, а в таких условиях переносить тела умерших на себе это крайне опасная задача даже для очень опытных спасателей. Шокирует еще и то, что тела некоторых погибших становятся ориентирами для других альпинистов. Например, одним из таких ориентиров был мужчина, известный как «зеленые ботинки». Его яркая обувь указывала путь к вершине с 1996 по 2014 год, пока его останки не исчезли. Возможно, их разметал ветер, либо кто-то похоронил тело несчастного под камнями. 7. Те, кто проводят перед телевизором больше двух часов в день, сокращают свою жизнь на 1,4 года. Эта проблема далеко не новая, ведь совсем недавно телевизор и радио были основным источником получения ежедневных новостей. Например, на этом фото 1991 года вы видите двух сестер из Израиля, которые смотрят телевизор во время воздушной тревоги. И даже сейчас, в эпоху интернета и смартфонов, просмотр телепередач остается для многих привычным занятием. Но, как выяснилось, оно не так уж безобидно. Те, кто проводят в компании телевизора, более двух часов в день, рискуют сократить свою жизнь на 1,4 года. Впрочем, не спешите выбрасывать телевизор тут виновата, не столько самоустройство, сколько привычка часами сидеть неподвижно, уставившись в экран. 8. Этот клещ-паразит обитает на лице у половины взрослого населения и питается клетками кожи. Еще одна страшилка, которая оказалась правдой, у 1-3 детей, половины взрослых и 2-3 пожилых людей, можно обнаружить паразитических клещей под названием демодекс. Как правило, они живут внутри или около волосяных фолликул на лице, то есть в зоне бровей, ресницы носа. Клещи питаются клетками кожи и жирами, секретом сальных желез, не имеют ануса и выходят ночью, чтобы спариваться на нашей коже. Обычно это не вызывает никаких проблем, но в некоторых случаях, при болезни или стрессе, количество клещей резко возрастает, что приводит к заболеванию кожи, демодекозу. 9. 27 тысяч деревьев вырубается ежедневно, чтобы впоследствии стать туалетной бумагой. Еще одна жуткая цифра, которая заставляет задуматься. Вряд ли мы можем обойтись без туалетной бумаги, но улучшить ситуацию возможно, если развивать технологию вторичной переработки, что и делается во всех развитых странах, и наладить выпуск бумаги из другого растительного сырья. 10. На поверхности смартфона находится в 10 раз больше бактерий, чем на сидении унитаза. Не секрет, что многие из нас кладут смартфон рядом с собой на стол во время обеда. Представьте себе на его месте сидение от унитаза. Неприятно, правда, но при этом оно куда менее опасно, чем ваш гаджет, ученые из Аризонского университета обнаружили, что на поверхности смартфона находится в 10 раз больше бактерий. Как с этим быть? По словам специалистов по микробиологии, достаточно регулярно протирать смартфон спиртосодержащей жидкостью или дезинфицирующими влажными салфетками. Есть и более радикальный способ приобрести устройство на фото, которое убивает бактерии на поверхности гаджета. 11. На дне мирового океана целое кладбище кораблей. По оценкам ООН, на дне мирового океана покоится около трех миллионов кораблей. Среди них гражданские и военные суда различных эпох, несколько атомных субмарин и, конечно же, печально известный Титаник. Если поднять все эти корабли, то цепочка из них могла бы дважды опоясать землю по экватору. 12. Тысячи человек ежегодно умирают из-за неразборчивого почерка врачей. По подсчетам Медицинского института, при Национальной академии наук США, ежегодно только в этой стране 7 тысяч пациентов умирают из-за рецептов, написанных неразборчивым почерком. Для борьбы с этим явлением была внедрена система электронных рецептов, которая избавляет фармацевтов от необходимости по буквам разбирать почерк врачей. К сожалению, пока такое нововведение доступно не везде, и пациентам остается лишь надеяться на опыт сотрудников аптек в прочтении рецептов. 13. На этом фото присутствуют, пусть и незримо, все люди на Земле. Все, кроме одного. На этой фотографии запечатлен лунный модуль корабля, Аполлон-11 с астронавтами Нилом Армстронгом и Эдвином Олдрином на борту, поверхность Луны и наша Земля вместе со всеми ее обитателями, включая тех, кто когда-либо существовал на тот момент, то есть и живых, и уже умерших. Даже те, кто родился после 1969 года, в некотором смысле тоже присутствуют на этом фото, так как на нем есть их родители или бабушки с дедушками. Единственный, кого нет на этом фото, это Майкл Коллинз, третий астронавт лунной миссии, который остался один, в командном модуле на лунной орбите, пока его товарищи исследовали поверхность нашего спутника. Кажется, именно так выглядит вселенское одиночество. 14. Дерево может вырасти в легких. Ты не ослышался, человек действительно может послужить благодатной почвой для дерева и стать в определенном смысле слова борцом за экологию. Однажды в больницу обратился 28-летний пациент по имени Артем Сидоркин, который жаловался на дискомфорт в грудной клетке. Снимок показал что-то похожее на опухоль, и молодого человека положили на операцию. Когда его грудную клетку вскрыли, в легком хирурге обнаружили проросшее из семени небольшое деревце. Оказалось, что это случилось из-за того, что Артем вдохнул семя ели. 15. Если Солнце вдруг потухнет, ты не узнаешь об этом какое-то время. Возможно уже сейчас инопланетяне, запустив высокотехнологичную бомбу, просто взорвали нашу звезду, или ее засосало в черную дыру, а ты еще 8 минут 20 секунд, пока свет идет от Солнца к Земле, не будешь об этом знать. 16. Более 20% детей слышат голоса. Психиатрическое исследование показало, что от 21 до 23% подростков в возрасте от 11 до 13 лет испытывают галлюцинации, в том числе слуховые. Голоса в их головах могут произносить отдельные слова и предложения, или же вести полноценный диалог, продолжающийся несколько минут. И это может быть как шепот или невнятное бормотание, так и громкий крик. 17. В мире существует 40 супервулканов, способных уничтожить человечество. И что важнее, один из них может проснуться в любой момент. Так, например, супервулкан Тоба, находящийся в Индонезии, в прошлый раз извергался, примерно 75 тысяч лет назад, причем его извержения происходят, примерно каждые 50 тысяч лет. Это значит, что он запаздывает примерно на 25 тысяч лет и готовится вновь показать свою мощь. То же самое можно сказать и о супервулкане в Йеллоустоне, цикл которого составляет 600-700 тысяч лет, а его последнее извержение произошло 640 тысяч лет назад. Если он начнет извергаться, его мощь будет равна силе взрыва тысячи атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. И это каждую секунду. 18. Ты можешь умереть прямо сейчас без видимой причины. Есть такая очень жуткая штука, называется она внезапной аритмической смертью. Этим термином обозначают смерть людей, которые находились в стабильном состоянии и были полностью здоровы. В этом случае смерть наступает в результате внезапной остановки кровообращения, вследствие нарушения ритма или проводимости сердца. 19. За один поцелуй ты получаешь много бактерий. Если точнее, то более чем 80 миллионов. И там есть не только полезные, но и вредные микроорганизмы, так что подумай дважды, прежде чем целоваться с незнакомой девушкой. Теперь все эти картинные фу детей, видящих, как целуются взрослые, выглядят уже не так наигранно, не так ли? К слову, люди, которые встречаются долгое время, с высокой вероятностью имеют одинаковую микрофлору во рту. 20. Есть мухи, которые зарывают свои личинки под человеческую кожу. Южноамериканский вид подкожных оводов дерматобия хоминис откладывает яйца таким способом, что узнав о нем, ты не захочешь ехать в Южную Америку. Для развития своего потомства взрослые самки откладывают зрелые яйца на комаров или клещей, и когда зараженное насекомое кусает человека и начинает пить его кровь, яйца оводов реагируют на изменение температуры, вылупляются и проникают в кожу через рану от укуса или волосяные фолликулы. Примерно через 30 дней личинки вырастают и выползают из-под кожи хозяина. 21. Примерно у 1% населения Земли есть аневризмы сосудов головного мозга, а это примерно 75 миллионов человек. Причем больные могут не чувствовать даже головной боли или другого дискомфорта, что делает аневризму бомбой замедленного действия, способной разорваться в любой момент. 22. Есть существа, которые умываются кровью. Слышал выражение «кровь пошла из глаз», обычно употребляемое по отношению к чему-то, что не хотелось бы видеть. Так вот, в пустынях Северной Америки обитают жабовидные ящерицы, у которых есть необычный защитный механизм. Стрелять кровью из глаз в хищника. В случае опасности глазные пазухи и ящерицы наполняются кровью, и она стреляет в хищников, которые обычно пугаются и убегают. Также этот механизм используется для удаления с поверхности глаз инородных частиц. 23. Есть мотыльки, которые пьют кровь людей. Какой милый мотылек влетел в окно, не правда ли? Неправда, если это мотыльки калиптро флэчери и калиптро саликтри, обитающие на юге Европы, в Сибири и на Дальнем Востоке. Они пьют кровь и при необходимости, если рядом не будет менее опасных жертв, могут напасть на человека, а после сосать его кровь в течение часа. В Юго-Восточной Азии существуют похожие мотыльки, которые пьют кровь из глаз животных. Недавно ученые обнаружили их и в России. У этих бабочек очень твердый хоботок, который их предки использовали для высасывания сока фруктов. Однако некоторые виды приспособились также получать нужные имаминокислоты из крови животных. Кровь не является основным источником питательных веществ для этих бабочек, однако когда ученые-энтомологи предложили им свои пальцы, насекомые с удовольствием присосались к ним. Ох, есть у нас подозрения, что добром эти эксперименты не кончатся. 24. Когда ты умрешь, твой домашний питомец может попробовать себя съесть. Так, например, в 1994 году произошел случай, когда женщина средних лет слишком сильно напилась и потеряла сознание. Ее собака, ирландский красный сетер, начала кусать хозяйку за лицо еще тогда, когда женщина была жива, но без сознания. Позже, когда она уже умерла, проголодавшийся пес решил не ждать даже сутки и начал жевать ее лицо. И подобных случаев немало. Коты тоже не отстают. В американском журнале судебной медицины и патологических исследований описывался такой случай. 30-летний мужчина покончил с собой. Тело нашли спустя три дня, а его голова, шея и часть руки были полностью обглоданы до костей. Погибший проживал с 10 кошками, которые также были мертвы. Как оказалось, мужчина умер от передозировки лекарств, которые всосались в кровь, и поедавшие его кошки тоже получили передозировку. 25. Твоя собака любит пищащие игрушки, потому что они похожи на крик добычи. Есть мнение, что звук, который издает жертва, побуждает охотника действовать агрессивнее. Пока он длится, жертва кажется хищнику живой, и тот продолжает ее убивать. Ну а так как твоя собака хищник, то все эти милые игры с пищащей игрушкой уже не будут казаться таковыми. Просто твой пес, хочет побыстрее придушить жертву и начать ее есть. 26. Ты ешь сопли против своей воли. Ежедневно ты глотаешь, примерно от 250 до 500 мл носовой слизи. Это примерно как одна-две кружки чая или кофе. Когда становится холоднее или при простуде это количество увеличивается. 27. Ты дышишь кожей. И мы имеем в виду не кожное дыхание, а вдыхание носом или ртом отмершей кожи. Воздух, которым ты дышишь в людных местах, примерно на 15% состоит из человеческой кожи. И к слову, около 80% тех летающих в воздухе частиц пыли, что ты можешь увидеть в яркую солнечную погоду, это тоже кожа. 28. На 20% кружек в офисах есть следы фекалий. По данным исследования, опубликованного в The Journal of Dairy, Food and Environment Sanitation, на 90% офисных кружек были обнаружены микробы, а на 20% из них кишечная палочка из коричья коли. 29. Отравление ртутью. Одним из самых токсичных химических веществ на Земле является органическое соединение ртути. В паспорте безопасности материала отмечается, что вещество имеет слегка сладковатый запах. Но дело в том, что в концентрации, при которой запах ощущается, соединение уже смертельно. То есть, это наблюдение о запахе успел записать человек, который неминуемо умер от отравления. 30. Синдром Катара. Синдром Катара, также называемый синдромом ходячего трупа, это состояние, при котором пациент считает, что он мертв, умирает, у него отсутствует части тела или что его вообще не существует. Некоторые люди с синдромом Катара, могут перестать говорить или есть, так как считают себя мертвыми. 31. Страх кукол. Если некая биологическая черта присуща почти каждому человеку, значит она развилась не просто так и тому были причины. Одна из таких черт, ощущение страха или явного дискомфорта при виде вещей, которые очень похожи на людей, но при этом людьми не являются. Это так называемый эффект зловещей долины. Явление, основанное на гипотезе, сформулированной японским ученым робототехником и инженером Масахиро Мари, она подразумевает, что робот или другой объект, выглядящий или действующий примерно как человек, но не точно так, как настоящий, вызывает неприязнь и отвращение у людей-наблюдателей. Это означает, что у людей когда-то была причина бояться чего-то, что выглядит человеком, но им не является. 32. Иммунная система глаз. Наши глаза имеют отдельную иммунную систему от остального тела, это так называемая иммунная привилегия, другими элементами, обладающими этой привилегией, являются мозг, яички, плацента и плод. Как только иммунная система нашего организма обнаружит, что у нас есть глаза, она атакует и воспалит кровеносные сосуды, в задней части глаз. Это может привести к ухудшению зрения или даже к слепоте. 33. Секрет египетских мумий. Египетские мумии не были бы сегодня такой редкостью, если бы викторианские британцы не съели большинство из них. Порошок из бальзамированных тел считался чудодейственным лекарством от всех болезней. 34. Шимпанзе бросаются на людей. Шимпанзе не нападают, чтобы убить. Вместо этого они целятся в гениталии, лицо и пальцы и оставляют противников живых. Многие бывшие владельцы шимпанзе остались изуродованными после нападения питомца. В одном случае шимпанзе сорвал скальп с человека. Во всех случаях были изуродованы лица и отгрызены пальцы. Примерно так обезьяны инстинктивно сражаются в дикой природе. Причем не имеет значения, растил ли человек питомца с младенчества или нет. 35. Фибродисплазия. Существует генетическое заболевание, называемое прогрессирующей осифицирующей фибродисплазией. Это очень редкое и тяжелое по своему течению генетическое заболевание, при котором мышцы, сухожилия и связки постепенно превращаются в кости. Когда ткань повреждена, она заменяется костью. Люди, страдающие этим недугом, со временем словно бы погружаются в тюрьму из костей, прямо под собственной кожей. Обычно им приходится выбирать между сидением или стоянием, до конца жизни. К концу жизни им приходится принимать пищу через соломинку, и они едва могут двигаться. В настоящее время не существует никаких доказанных эффективных методов профилактики или лечения фибродисплазии. 36. Нельзя сдерживать чихание. Если ты пытаешься подавить чихание, есть шанс, что ты можешь повредить кровеносные сосуды глаз, разорвать барабанные перепонки и, возможно, разорвать аневризму сосудов головного мозга. То есть подавленный чих, теоретически, способен тебя убить. 37. В ходе очистки источных вод вода аэрируется, чтобы бактерии, разлагающие кал, получили достаточно кислорода. Из-за введенного воздуха плотность воды настолько мала, что человек, или почти любой объект, который обычно всплывает, пойдет прямиком на дно. 38. Секрет женских мумий. Женские мумии в Древнем Египте всегда были в гораздо более худшем состоянии, чем мужские. Дело в том, что тела мужчин бальзамировали почти сразу после смерти, а тела женщин оставались в семейном доме до тех пор, пока не начинали ощутимо разлагаться. Это делалось для того, чтобы избежать некрофилии у бальзамировщиков. 39. Маньяк Педро Алонсо Лопес. Колумбийский серийный убийца Педро Алонсо Лопес, известный как «Анское чудовище», изнасиловал и убил более 300 девушек из Эквадора, Перу и Колумбии. Лопес получил 16-летний срок, но за два года до его окончания, был тайно перенаправлен в психиатрическую лечебницу в Колумбию, за примерное поведение и сотрудничество со следствием, а позже отпущен на свободу. Это случилось в 1998 году, и с тех пор никто не знает, где он и чем занимается, предполагается, что в настоящее время ему 75 лет. Педро Алонсо Лопес вошел в книгу рекордов Гиннесса за 2006 год, как так сказать, самый плодовитый серийный убийца. 40. Секрет рентгена у детей. Когда рентген стал широко доступен педиатрам, они заметили поразительно большое количество сломанных костей у детей. Сбитые с толку врачи предположили, что наблюдают ранее неизвестное заболевание костей у малышей. Оказывается, никто просто понятия не имел, насколько распространено жестокое обращение с детьми. Это были следы физического насилия. 41. Пропавшие без вести. Около 30% пропавших без вести людей были убиты, причем убиты именно тем человеком, который сообщил об их пропаже. Полиция знает об этом, но у нее нет доказательств, чтобы возбудить судебное преследование. 42. Бактерии и вирусы могут быть заморожены на миллионы лет и по-прежнему оставаться жизнеспособными и заразными. А если они к тому же никогда ранее не встречались с человечеством, результаты встречи будут самыми катастрофическими. Именно поэтому ученые с трепетом ждут возможности изучить, какие патогены скрываются в вечной мерзлоте, которое теперь постепенно тает день за днем. 43. Одна из причин, по которой вороны и вороны ассоциируются со смертью, заключается в том, что они часто следовали за армиями, когда те шли в битву. Будучи чрезвычайно умными птицами-падальщиками, они поняли, большая группа вооруженных людей, марширующих в одном направлении, означает, что вскоре птиц ждет трапеза из трупов. 44. Запах свежескошенной лужайки на самом деле является химическим сигналом бедствия, исходящим от травы во время стрижки. 45. Дно верхнего озера настолько холодное, что тела погибших моряков не разлагаются. Вместо этого они получают покрытие из жировой ткани, жидкий жир тела затвердевает, окутывая их своего рода коконом. 46. Рыба-капля в своей естественной среде обитания выглядит, как обычная рыба, но живет настолько глубоко под водой, что не использует обычный плавательный пузырь для сохранения равновесия в толще воды. Его роль играет губчатая кожа, немного менее плотная, чем вода, которая повреждается и раздувается, когда рыбаки слишком быстро поднимают ее. Так что на самом деле это не самая уродливая рыба. Просто подъем на поверхность для нее все равно, что для человека выход в открытый космос без скафандра. Разница между давлением на уровне моря и на глубине более километра, где она проживает, около 60 атмосфер и на поверхности ее просто медленно разрывает. 47. Розмари Кеннеди приходилась с сестрой Джона Кеннеди. При рождении она пострадала от кислородного голодания, что замедлило ее умственное развитие. Боясь, что ее поведение поставит под угрозу его политическую карьеру, ее отец, Джозеф, решил сделать дочери лоботомию. Ее мать, Роза, была против и запретила ему это делать. Однако Джозеф договорился об операции за ее спиной, когда она отправилась в путешествие. После операции и без того низкий IQ Розмари снизился еще больше, до такой степени, что она больше не могла ходить и общаться. Семья поместила ее в приют и фактически отреклась от нее. Они никогда не навещали ее и никогда больше не признавали ее существование публично. Розмари умерла в возрасте 86 лет. Ее мать так и не простила мужа за то, что он сделал. 48. Если вы при переливании крови получите кровь не той группы, одним из симптомов этого будет ощущение надвигающейся гибели. 49. Крокодилы могут скакать галопом, как лошади. К счастью, аллигаторы не могут. 50. Убийца Деннис Рейдер. Серийный убийца Деннис Рейдер иногда проникал в дома своих жертв и прятался в их шкафах, выжидая момент, когда они будут наиболее уязвимы. Он убивал целые семьи и обкрадывал их дома. 51. Наблюдения за тараканами показали, что они могут поедать человеческое мясо, как живое, так и мертвое, объедать ногти, ресницы, ступни и руки. Американский таракан и немецкий таракан чаще кусают людей, чем другие виды. 52. Со временем на Фейсбуке страниц, принадлежащих мертвецам, может стать больше, чем страниц живых людей. 53. Малайзийский Боинг, выполнявший рейс 370 из Куала-Лумпура в Пекин, пропал 8 марта 2014 года и до сих пор никто не знает о его судьбе. 54. В 2015 году у молодой женщины начались головные боли. Врачи обнаружили у нее опухоль головного мозга. Когда врачи удалили и рассмотрели ее, они были потрясены, это была шишка, напоминающая кожу, которая содержала кости, зубы и волосы. Образование называли тератомой или чудовищной опухолью. Она была образована клетками ткани, которые случайно попали в мозг во время развития эмбриона и продолжали развиваться там в ходе беременности, отрастив волосы и зубы. Строго говоря, это был странный лишний орган, ненужный организму и случайно выросший в нем. 55. Существует паразит, который проникает в рот рыбы, поедает ее язык и заменяет его собой, становясь новым языком рыбы. 56. Часто после смерти у покойников случается отрыжка, поскольку в теле накапливается много газов. По той же причине иногда трупы могут самостоятельно садиться. 57. Астронавты на борту космического корабля «Челленджер» скорее всего не умерли, пока не упали в воду, на несколько миль ниже места первоначального взрыва. 58. У CNN есть предварительно записанная, в 1990-х программа, премьера которой состоится при наступлении конца света. 59. Согласно данным статистики, каждый сотый человек на Земле психопат, то есть имеет психическое отклонение. 60. Серийный убийца Ричард Чейз считал любую незакрытую дверь приглашением войти. 61. Ваш мозг может сыграть с вами шутку, заставляя вас видеть монстров в зеркале. Эта оптическая иллюзия называется эффектом Трокслера. 62. Существует паук, после укуса которого пострадавший испытывает мощную многочасовую эрекцию. После нее наступает смерть. 63. Фатальная семейная бессонница – это редкое генетическое дегенеративное заболевание мозга, при котором пострадавший не может спать. Расстройство может начаться в легкой форме, но постепенно усиливаться, вызывая ухудшение психического и физического состояния. Известного лекарства не существует, и в конечном итоге заболевание приводит к смерти. 64. История Джун и Дженнифер Гиббонс Все думали, что близняшки из Уэльса Джун и Дженнифер немы с рождения. Но кто знал, что они общались только друг с другом. Изолировавшись в своих спальнях, сестры на протяжении многих лет вместе играли в куклы и создавали пьесы. Вскоре игры набрали реального, причем криминального характера. Близняшки совершили несколько поджогов, за что и были арестованы. Уже потом стало известно об их тайном согласии. Только после смерти одной из сестер, другая уже может полноценно жить и общаться с людьми. Дженнифер покинула свет неожиданно, и причины до сих пор неясны. «Я наконец-то свободна. Сестра умерла ради меня», — сказала Джен, начав новую жизнь. 65. Тарар и его аппетит Французский балаганный актер и солдат по имени Тарар, который родился в 1772 году, запомнился всем своими безумными пристрастиями в еде. Что он только не кушал, все равно насладиться не мог. Он съедал что угодно, от кошек и собак до трупов из моргов. До сих пор такую странную форму полифагии еще не удалось объяснить. 66. Рыба паку Такие рыбы с зубами, как у человека, действительно пугают. Они встречаются в Южной Америке, хотя один зубастик как-то заплыл и во Францию. Также в Папуа, Новая Гвинея, были случаи, когда мужчинам рыбы откусывали интересные места. Купаться там точно не надо. 67. УВБ-76 Вспомни жуткую сцену из фильма «Остаться в живых», где в пустоте слышно необъяснимое гудение. Только сейчас речь пойдет о реальной вещи. УВБ-76, или в народе жужжалка, радиостанция, которая на протяжении дня транслирует короткие жужжания, в среднем 25 раз в минуту. Истоки и назначения станции всегда были неизвестными, что делает это явление одной из необъяснимых тайн мира. 68. Горка эвтаназии Что это такое перекрученное? Горка эвтаназии – это дизайн стального аттракциона, который буквально сделан для уничтожения людей, едущих по нему. Дизайнер Джулиена Сурбонас с Лондонского Королевского колледжа искусств считает, что горка раскрывает все жизненные ощущения от эйфории до смерти. Сомневаюсь, что кто-то захочет на ней покататься. 69. Тайна Уайхола В здании Скотланд-Ярда в 1888 году были найдены расчлененные останки неизвестной женщины в трех разных местах. Но ее голова, левая рука и правая нога не были найдены вообще. По сей день личность убийцы – под большим знаком вопроса. Может это был Джек Потрошитель? Скорей бы в этом разобрались. 70. Терапия кота Оскара В одном из реабилитационных центров Роуд-Айленда живет кот с пугающим даром. Он предсказывает смерть пациенту. Еще в 2010 году кот указал на грядущую смерть приблизительно 50 неизлечимо больным пациентам. Оскар не ошибается в предсказаниях. Если он в течение длительного времени находится возле пациента, пора уведомлять родственников. Такого котика даже погладить страшно. Кстати у нас есть целое видео, со 170 интересными фактами о котах. 71. Некоторые виды грибков могут заражать муравьев, захватывая их сознание. Муравьи превращаются в зомби и делают все, что нужно для успешного роста и размножения захватчика. Так например насекомые против своей воли забираются на высокие ветки, вгрызаются в них и остаются висеть так до тех пор, пока не погибнут. Грибок в это время использует тела жертв в качестве питательной среды, выпуская споры в окружающую среду. 72. Если вы когда-нибудь говорили, что на даче вас сжирают комары, поверьте, вы слишком преувеличиваете. Скафизм древнеперсидская форма жестокой казни. Преступников запирали между двух деревянных лодок так, чтобы голова и конечности оставались снаружи. Затем обливали молоком, обмазывали медом и отправляли в плавание по водоему. За несколько часов вокруг жертвы собирался рой насекомых, среди которых были комары, которые буквально кусали человека до полусмерти. 73. В 1800-х годах зубные протезы изготавливались из настоящих зубов умерших людей. 74. Отрубленная человеческая голова может оставаться в сознании до 20 секунд, пока мозг не умрет от недостатка кислорода. Так, существуют исторические данные о том, что после обезглавливания английский король Карл I и королева Анна Болейн еще шевелили губами, будто пытаясь что-то сказать. 75. Когда трейлер к фильму «Экзорцист» 1973 года стали показывать в кинотеатрах, люди были настолько напуганы, что выбегали из зала. В конце концов, ролик перестали крутить в кино. 76. В Древнем Риме верили, что выпив кровь мертвого гладиатора, можно обрести его силу. А ученый Плиний-старший писал, кровь гладиатора в глоток жизни для эпилептиков. Римские врачи действительно считали кровь павшего воина лекарством, способным излечить от различных болезней, в частности от эпилепсии. 77. Есть мнение, что книга «Крушение Титана» или «Тщетность» предсказала крушение Титаника в 1912 году. Произведение, рассказывающее о непотопляемом корабле, столкнувшемся с айсбергом, было написано за 14 лет до реальной катастрофы. Причем в тексте отмечалось, что многие пассажиры погибли из-за нехватки спасательных шлюпок. Совпадение? Не думаем. Кстати, у нас есть целое видео, со 100 интересными фактами о крушении Титаника. 78. Повелие, один из островов Венецианской лагуны с жутчайшей историей. В 18 веке его территория, стало огромным карантинным изолятором для моряков, приплывающих в Венецию. Когда у нескольких путешественников была обнаружена чума, Повелью полностью закрыли, считалось, что там неизлечимо больные люди мучились, доживая свой век. Позже на острове была открыта психиатрическая больница, просуществовавшая до 1968 года. 79. Актер Белла Лугаши был наиболее известен по роли Дракулы. Во время его похорон, в 1956 году актер, Петер Лори, тихонько спросил у коллеги Винсента Прайса. Может на всякий случай вонзить кол ему в сердце? 80. Могила Каролины Вальтер во Фрайбурге, Германия. Она умерла от туберкулеза в 1867 году, и с тех пор на ее могиле каждый день появляются свежие цветы. 81. В 1871 году женщина из Квебека наняла катафалк с единственной целью – прокатиться по городу в гробу, покуривая сигаретку и наслаждаясь видом. 82. Работы Анны Коулнан Лэтт, 1918 год. Слепки в верхнем ряду сделаны с изувеченных лиц солдат Первой мировой войны. В нижнем ряду показаны их лица до травм, сделанные по довоенным фотографиям. Протезы на столе предназначены для закрытия изуродованной части лица. 83. Викторианские закрытые могилы. Из страха быть погребенным заживо на гробнице устанавливали уже запертые двери, а единственный ключ оставляли в руке трупа. 84. Этот гроб для трех человек был сделан на заказ для скорбящей пары, потерявшей любимую дочь. Они намеревались покончить жизнь самоубийством и быть похороненными вместе с ней. Они так и не вернулись за гробом, и теперь он выставлен в Национальном музее истории похорон в Хьюстоне, штат Техас. 85. Это трон, вырезанный в стволе дерева в Киндале, Англия, в 2012 году, художником Энди Леви. Замысловатые детали представляют семью Парр, которая жила в замке Киндал в 16 веке. И Екатерина Парр была шестой и последней супругой Генриха VIII. 86. Чтобы защитить авторские права на свою уникальную внешность, профессиональные клоуны представляют ее группе Clowns International, которая рисует их лица на яйцах и регистрирует их в реестре яйц клоунов, музея в Лондонской церкви Святой Троицы, где в 1837 году был похоронен клоун Гримальди. 87. Если долго смотреть в центр этой исцеляющей сетки, ваш мозг начнет исправлять несовершенство, потому что наша реальность ложь. 88. Это фотография проповедника 1911 года. Он носил маску в виде черепа, ходил по городу и читал проповеди о смерти. 89. Это фото могил, украшенных козьими рогами, на Нахурском кладбище в Туркменистане. Рога являются частью местной традиции и предназначены для защиты от зла. 90. Это фото забальзамированного человеческого сердца в свинцовом футляре в форме сердца. Найдено в средневековом склепе Церкви Христа, Корк, Ирландия. 91. Коровы-убийцы. Еще один печальный и в то же время страшный факт у вас больше шансов быть убитым коровой, нежели акулой. Корова может забодать вас, когда вы просто прогуливаетесь по полю. 92. Кладбище в океане. Каждый раз, когда вы купаетесь в океане, знаете, что вы плаваете на кладбище. Сотни тысяч людей были потеряны или специально похоронены в море. Возможно, этот страшный факт не отвадит вас от купания в теплом океане. 93. Многие шампуни, мыло, краски для волос и другие косметические продукты содержат канцерогены, которые могут вызвать рак. 94. Игра в гольф может стать смертельной. Один игрок, разозлившись, швырнул свою клюшку на скамейку так, что ее ствол сломался и отскочил назад, пронзив его сердце. То же самое произошло еще как минимум с тремя людьми. 95. В случае угрозы лебеди могут быть очень агрессивными. Зафиксированы случаи, когда они опрокидывали лодки, нападали на людей на гидроциклах и душили собак до смерти. 96. 500 граммов арахисового масла могут содержать до 150 фрагментов насекомых и 5 волосков грызунов. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США говорит о том, что на каждые полкило арахисовой пасты может приходиться до 5 волосков грызунов, которые попадают в переработку, в смысле волоски, а не грызуны, еще на этапе сборки урожая. Это не значит, что они там обязательно будут, тем не менее такая вероятность существует. 97. Горящие свечи ежегодно вызывают десятки тысяч пожаров в домах и квартирах. 98. Застежка молнии – самая частая причина травм полового органа у мужчин. Каждый год из-за травм половых органов, связанных с застежкой молнией, несколько тысяч мужчин обращаются за неотложной помощью. 99. Если вы носите кольцо, количество микробов, живущих под ним, может достигать 730 миллионов, это как все население Европы в пересчете на людей. 100. Кровати могут стать причиной гибели. Только в США ежегодно от падения с кровати умирает 600 человек. 101. Продукты красного цвета, такие как фруктовый пунш и клубничный йогурт, часто окрашивают кармином, который получают из измельченной кашинили, это такие насекомые, жучки. 102. В России падающие сосульки ежегодно убивают, около 100 человек. 103. В США ваны убивают, около 340 человек ежегодно. Фактически, американцы в 25 раз чаще тонут, в собственной ванне, чем погибают от рук террористов. 104. Как только молния попадает в конструкцию, она может проходить через электрическую систему, телефонные линии, водопровод и даже теле, и радиоантенны и кабели. 105. Переписка в телефоне за рулем ежегодно убивает, около 6000 человек только в США. 106. Кандиру, крошечная паразитическая пресноводная рыба, обитающая в Южной Америке, по общему мнению, способна следовать за потоком мочи к ее источнику, где она входит в тело через уретру и раздувает свои зазубренные плавники, удерживаясь в плоти. 107. В 1998 году в США на работе было убито больше сотрудников фастфуда, чем полицейских. В среднем от 4 до 5 работников фастфуда убивают каждый месяц, обычно во время ограблений. 108. Средний вес матраса удваивается в течение 10 лет из-за скопления полевых клещей и их фекалий. 109. Люди чаще всего давятся зубочистками. Ежегодно травма из-за зубочисток получают десятки тысяч человек. 110. В США 12 тысяч человек ежегодно умирают после падения с лестницы, причем половина этих смертей происходит дома. 111. В XIX веке в Массачусетсе от туберкулеза умерли, муж с женой и их дочь Мерси. В живых остался лишь их сын Эдвин, но его ждала трагическая судьба. Соседи верили в то, что Мерси была вампиром и заставили мальчика выпить растворенной в воде ее прах, вскоре после этого Эдвин скончался. 112. Сони Грэм нуждался в пересадке сердца, которое досталось ему от донора Терри Коттла, покончившего жизнь самоубийством. Когда он пошел на поправку, то познакомился с вдовой покойного Терри и вскоре женился на ней. Закончилась эта история тем, что Сони убил себя таким же способом, как и Терри. 113. Американский музыкант Трент Резнор, основавший индастриал-рок группу Nine Inch Nails, написал свой популярный альбом The Downward Spiral в доме, где была жестоко убита актриса и модель Шэрон Тейт. 114. Последним человеком, с которым при жизни был сфотографирован Джон Леннон был его убийца, Марк Чепмин. 115. Голова короля Генриха IV после его убийства в 1610 году попала в руки коллекционера, который приобрел ее на аукционе. 116. Один из участников телешоу Хватай не глядя обнаружил, в купленном им гараже труп женщины. Оказалось, что тело принадлежало жене бывшего владельца, который убил ее и спрятал здесь. 117. Серийный убийца Родни Джеймс Алкала продолжал убивать людей, снимаясь в популярном американском телешоу The Dating Game. 118. В знаменитом аттракционе Диснейленда «Пираты Карибского моря» использовались настоящие скелеты. Инженеры из Дисней осмотрели искусственные скелеты, которые были привезены изначально, и решили, что они недостаточно жуткие. Возможно, это связано с тем, что искусственные скелеты в 1960-х годах были не такими убедительными, как сейчас. Чтобы создать более реалистичный эффект, инженеры Дисней обратились за помощью к анатомическому отделению Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе для получения настоящих скелетов. Постепенно они заменили настоящие скелеты на искусственные, но многие считают, что в аттракционе остались настоящие скелеты. В любом случае, этот жуткий факт аттракционе «Пираты Карибского моря» настолько же увлекателен, насколько и страшен. 119. Ящерица просинохаема имеет зеленые кости, мышцы и даже зеленый язык. Кроме того, у нее зеленая кровь, и она чрезвычайно ядовита. 120. Когда лягушку рвет, весь желудок извергается и свисает изо рта. Затем лягушка вытаскивает содержимое желудка и снова проглатывает его. 121. История полна интересных и жутких видов лечения. Древние египтяне измельчали глаз свиньи и смешивали его с красной охрой. Они выливали смесь в уши пациента, как лекарство от слепоты. 122. Когда обнаружилось, что жена Петра Великого изменила ему с другим мужчиной, Петр Великий убил этого человека. Он заставил свою жену держать голову любовника в банке с алкоголем в своей спальне. Голова теперь хранится в музее Кунсткамеры в Санкт-Петербурге. 123. С 1950 года бесследно исчезли 8 ядерных бомб. 124. По статистике, у мужчин больше шансов быть убитыми незнакомцами на улице, а у женщин родственниками у себя дома. 125. Фильм Уэса Крейвина «Кошмар на улице», Вязов основан на реальной истории. Режиссер Крейвин рассказал, что вдохновением для создания культового фильма Слэшера послужила история, которую он прочитал в газете LA Times. Мальчика мучили тревожные кошмары, и он несколько дней не мог заснуть от страха. В ту же ночь он умер во сне от переутомления, но только после того, как посреди ночи позвал на помощь из-за своих кошмаров. 126. Есть синдром Капгра, когда тебе кажется, что всех родственников и друзей подменили. Этот синдром может испытывать совершенно здоровый человек под воздействием запрещенных веществ. 127. Панды едят мясо. Около двух миллионов лет назад гигантские панды почти полностью переключились на вегетарианскую диету. Почти, но не совсем. На самом деле строение их пищевого тракта больше похоже на кишечник хищников, чем травоядных. Поэтому при случае панды, вполне могут полакомиться мясом. Они ловят мелких грызунов или отщипывают кусочек от добычи других хищников. Более того, когда зоологи ловят панд, они используют кусочек мяса в качестве приманки. 128. Мармеладки сделаны из костей. Это довольно известный факт, но все равно находятся люди, которых он шокирует. Да, желатин делают из костей животных. Когда-то французский химик Жан Дарси изобрел способ получения желатина для того, чтобы использовать его как дешевый продукт питания в благотворительных учреждениях. Так что желе и мармелад по сути мясное блюдо, и вегетарианцам их нельзя. 129. Жрецы ацтеков верили, что слезы детей могут остановить засуху. Жрецы ацтеков верили в силу человеческих жертвоприношений, и многие из их ритуалов предусматривали принесение в жертву женщин и детей, чтобы служить своему богу солнцевой целопочтли. Когда наступала засуха, жрецы ацтеков приносили в жертву детей, потому что верили, что их слезы могут вызвать дождь. 130. Каждому, кто хоть раз катался на аттракционах, особенно крутых американских горках, знакомо странное ощущение в животе. На самом деле это смещаются ваши внутренние органы, особенно те, что не закреплены связками, например кишечник. 131. Если натереть подошвы ступней чесноком, то где-то через полчаса вы почувствуете его вкус во рту. В чесноке есть вещество, которое проникает через клеточные мембраны, поднимается по кровотоку и достигает вкусовых рецепторов. Таким образом чеснок можно попробовать ногами. 132. Кислота в желудке настолько сильная, что может растворить лезвие бритвы, поэтому ваш желудок постоянно борется с ней, чтобы не переваривать самого себя. Эту кислоту сдерживает только желудочная слизь. 133. Если не давать человеку спать и при этом не кормить, он умрет от недосыпа раньше, чем от истощения. 134. Мужчины могут производить молоко, и это гораздо более частое явление, чем кажется. Большинство мужчин просто стыдятся в этом признаться. Мужская лактация может быть вызвана голоданием, это наблюдалось у узников концлагерей, когда их впервые покормили после нескольких недель голода. 135. Поскольку в ходе эволюции мы стали прямоходящими, таз и родовые пути женщин сильно сузились, а это значит, что им приходится терпеть едва ли не самые болезненные роды на планете. В связи с этим, в 1780 году во время родов, женщинам отпиливали часть тазовой кости бензопилой, чтобы облегчить этот процесс. 136. В мозгу нет болевых рецепторов, поэтому люди могут бодрствовать и спокойно разговаривать с врачами, пока те проводят им операцию на головном мозге. 137. В очень редких случаях то, что можно принять за обычные выделения износа при насморке, это мозговая жидкость, которую выпускает мозг, чтобы снизить давление. 138. В ходе подготовки к операции вам чуть ли не первым делом, чистят пупок, поскольку там может скапливаться, до 67 видов бактерий. 139. Когда вы дышите, большая часть воздуха входит в одну ноздрю и выходит из другой, и они меняются ролями каждые пару часов. 140. Человек производит больше ушной серы, когда испытывает стресс, и эта ушная сера от стресса пахнет, гораздо хуже обычной. 141. Вода, которую вы пьете, скорее всего уже побывала внутри кого-то или чего-то еще. 142. Если кто-то чихнул вам в лицо, он запустил в вас микробы со скоростью 160 км в час. Кашель в сравнении не так уж, и плохо всего 100 км в час. 143. В 1800-х годах произошла геомагнитная буря, вызванная солнечной активностью, когда телеграфы работали сами по себе без электричества. Если подобное повторится, это уничтожит все возможности нашей интернет-сети и другое электрическое оборудование. Оно называлось событие Кэррингтона. 144. Если у вас диагностировали болезнь Альцгеймера в 65 лет, значит вы болеете им как минимум с 40 лет. И вы испытывали очень легкие симптомы, но просто их не замечали. К тому же ваш мозг изо всех сил боролся, чтобы компенсировать дефицит. Когда вам ставят диагноз, ваш мозг уже очень сильно поврежден и никогда не оправится от дефицита. 145. Когда создавалась атомная бомба, ведущие ученые того времени, связанные с этим проектом, должны были рассчитать воспламеняемость атмосферы Земли, чтобы гарантировать, что взрыв бомбы не вызовет воспламенение атмосферы. Когда первая атомная бомба была взорвана, ученые еще не ответили на этот вопрос, а это значит, что мы буквально тупо скрестили пальцы и понадеялись, что не подожжем эту чертову планету. 146. Темная эра Вселенной. Когда все звездное топливо исчезнет, а оно исчезнет, и все белые карлики станут холодными и темными, а они станут, а все черные дыры испарятся в элементарные частицы, а так и будет, Вселенная станет холодным, темным местом. Навсегда. 147. Марианская впадина настолько глубока, что в ней поместится Эверест. Даже если вы встанете на вершине, у вас над головой все равно еще останется куча места до поверхности океана. 148. Зона субдукции северо-западного побережья Тихого океана составляет 965 километров, и она уже примерно на 70 лет запаздывает с землетрясением магнитудой от 8,8 до 9,2, и ничего из того, что построено на этом побережье, не сможет перед ним устоять. С момента контакта с европейцами на этом побережье, никогда не было сильных землетрясений, поскольку последнее сильное землетрясение произошло в 1700 году. В отличие от Японии, где в 2011 году произошло аналогичное землетрясение, северо-запад Америки не готов к нему, и постройки здесь не готовы к тому, что грядет. В скором времени Сиэтл, Ванкувер, Портленд и Виктория накренятся на 2 метра, вглубь суши, в течение 5-7 минут будут сильно трястись, а затем их поразит цунами высотой 30 метров. По прогнозам, землетрясение убьет десятки тысяч людей, вытеснит миллионы и уничтожит триллионы долларов. Вторая по величине гуманитарная катастрофа, в истории Северной Америки, уступающая только Гаити. И кажется, что все вокруг тупо делают вид, что этого не будет. 149. Вирусы не могут быть классифицированы как живые организмы, однако они ведут себя так, как будто полностью осознают свое окружение и эволюционируют, чтобы приспособиться к нему. Они ведут себя так, как будто у них есть мозг, но это всего лишь нуклеиновые кислоты. 150. Бананы радиоактивны. Да, твои любимые фрукты излучают радиацию, так как содержат в своем составе калий-40. В ядерной энергетике есть даже шуточный термин «банановый эквивалент», когда радиоактивный источник для близкой аналогии сравнивают дозой, содержащейся в обычном банане. Но можешь не беспокоиться, так как уровень радиации в них настолько незначительный, что не может привести ни к лучевой болезни, ни к мутации. Кстати, помимо бананов, уровень радиации выше среднего имеют картофель, бобы, орехи и семена подсолнечника. 151. Ты чувствуешь запах молекул, попавших в твой нос. Так, например, если ты зашел в общественный туалет и ощущаешь невыносимо отвратительный аромат только что наваленной кучи, просто знай, что молекулы этой субстанции витают в воздухе, и когда они попадают в твой нос при вдыхании воздуха, ты чувствуешь эту вонь. И это относится к любому другому запаху. То есть запах это не какое-то абстрактное действие, а соприкосновение молекул с обонятельными рецепторами. 152. Во рту живет множество микроорганизмов. Точное их количество посчитать сложно, но известным фактом является то, что их около 300 различных видов. Среди них есть и бактерии, и вирусы, и простейшие микроорганизмы. Большинство из них симбиоты, которые никак не вредят человеку. 153. Коалы могут подарить себе хламидии. Эти милые существа, которые похожи на плюшевых мишек, в дикой природе разносят достаточно опасные болезни. Так что если будешь гулять в заповеднике за границей, к примеру поедешь в отпуск в Австралию, и увидишь одного из этих симпатичных медведей, не стоит приближаться к нему, так как он может принять себя за хищника и поцарапать. В паре смогут попасть продукты его жизнедеятельности. Опасность в том, что в моче коалы содержатся хламидии, которые вызывают известное ЗППП «хламидиоз». А потом попробуй объяснить своей подруге, что просто не поладил с животным в парке. 154. Гамма-лучи могут уничтожить человечество в любой момент. Какое-то время все взгляды человечества, были прикованы к теме коронавируса, который неуклонно захватывал все больше территорий. И если его распространение хотя бы можно было спрогнозировать, то вот узнать о том, когда по Земле шарахнет гамма-лучами, не получится. Они в огромных количествах спускаются при взрывах сверхновых. К слову, это явление происходило в недалеком, по меркам истории Земли, прошлом примерно 2,6 миллиона лет назад. Звезда, находящаяся где-то в 150-200 световых годах от нашей планеты, взорвалась и, по мнению ученых, могла стать причиной массового вымирания животных. 155. Яички очень хрупкие. Даже писать об этом больно, но их можно раздавить при должном усердии. Да, сделать это рукой будет сложно, но это возможно. То есть в перспективе твоя подруга, которая имеет сильные руки, после очередной ссоры может схватить тебя за самое ценное и, применив максимальное усилие, раздавить их. Кстати, слишком сильное давление, даже если оно не приведет к разрыву яичек, вполне может убить тебя. Дело в том, что при таком давлении организм выбрасывает в кровь огромное количество адреналина, еще бы, единственное, о чем он думает, это скорее убежать от причины боли, что может привести к инфаркту. Нередко разрыв яичек происходит из-за сильного удара в лобковую зону при ДТП, на мотоцикле или велосипеде. Еще один повод быть как можно более осторожным и соблюдать правила дорожного движения. 156. Зубы могут вырасти не только во рту. Опухоли разнообразны, и среди них выделяются тератомы, которые наиболее часто встречаются в яичниках, яичках, в крестцово-копчиковой области и в мозге. Главное отличие в том, что эти опухоли представляют собой нетипичную, для области локализации, ткань, где могут присутствовать волосы, мышечная ткань, зубы, кости и даже глаза, конечности или туловище. Существует гипотеза, по которой тератома считается крайне недоразвитым паразитическим сиамским близнецом, появляющимся из-за нарушения координации во взаимоотношениях между стволовой клеткой и ее микроокружением на одной из стадий эмбриогенеза. 157. Глаза в бассейне краснеют не от хлора. Многие думают, что раздражение кожи и глаз после бассейна происходит из-за известного средства для дезинфекции хлора. Но на самом деле хлор связывается с мочой, а если точнее, то с азотом, содержащимся в ней, и образует хлорамин. И уже это вещество вызывает раздражение. Так что если ты чувствуешь, что твоя кожа покраснела и сохнет, а глаза чешутся и похожи на похмельные, стоит сменить бассейн на другой, так как в него регулярно мочится в большом количестве. 158. Земля усеяна трупами. Неприятно знать, что твой дом построен на каком-нибудь древнем захоронении или находится недалеко от действующего кладбища. Но зачем об этом думать, если по сути наша планета это гигантский могильник? Бюро Population Reference Bureau подсчитало, что на Земле жило около 106 миллиардов людей, и на данный момент из этого числа живы, только примерно 7%. Остальные десятки миллиардов похоронены в Земле или захоронены любым другим способом и разбросаны по всей территории нашей планеты. 159. Пожилые люди настолько часто умирают в круизах, что на борту каждого круизного лайнера обязательно есть морг. 160. Один альпинист, Дэвид Шарп, начал замерзать на Эвересте так близко к месту, где находилось замерзшее тело, используемое как ориентир, что 40 человек просто прошли мимо него. Когда кто-то наконец понял, что Шарп все еще жив, было уже слишком поздно. 161. Последняя казнь с использованием гильотины, состоялась в 1977 году во Франции. 162. Раз уж речь зашла о казнях. Один из методов казни в Древнем Риме заключался в том, что человека избивали, а затем зашивали его в мешок вместе с живой собакой, змеей, обезьяной и курицей, после чего мешок бросали в океан. 163. Согласно статистике, каждый день от голода умирает около 25 тысяч человек, включая 10 тысяч детей. И это не потому, что в мире не хватает еды, а из-за того, как ее распределяют. Хуже того, каждый год пропадает или выбрасывается около 1,3 миллиарда тонн продуктов. 164. Во многих европейских странах раньше существовали человеческие зоопарки. По сути, это были небольшие искусственные деревни, где коренные народы разных мест, чаще из Африки, имитировали образ жизни, который был им присущ, по мнению жителей этих стран. Многие из них умирали в этих деревнях. Иногда людей выставляли в клетках, часто обнаженными. Одного мужчину, держали в клетке с арангутангом в зоопарке Бронкса, демонстрируя, что он является эволюционным связующим звеном между арангутангами и современными людьми. Последний человеческий зоопарк существовал в Бельгии в 50-х годах 20 века. 165. Это случается редко, но если неправильно хрустнуть шеей, это может привести к инсульту. 166. Лечение бешенства после того, как вирус уже проявился, не существует. Смертность от бешенства составляет 99,9% и это выше, чем от любой другой болезни. 167. Королевские кобры могут рычать. 168. И от некоторых видов змей может так быстро сворачивать кровь, что она превращается в желе. 169. Белки не травоядные, они всеядные. Иногда они убивают и поедают других животных, например, бурундуков. 170. Морские звезды переваривают пищу вне своего тела. По сути они выплевывают собственный желудок и выделяют ферменты, которые переваривают и разжижают добычу, после чего всасывают ее в тело. На этом я бы хотел закончить это видео, со 170 жуткими фактами, которые никто не рассказывает. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт, на Венском кладбище продают похоронные наборы лего. Вот такими у нас получились 170 жутких фактов, которые никто не рассказывает. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, знали ли вы бонусный факт, все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших, наш канал материально зрителях в это непростое время, их имена вы можете увидеть в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал книги, истории, факты, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео и поддержать любым удобным способом.